Мои френды, как меня поправили в комментариях, сегодня вышла новая серия школы от первого лица школы 4 И вот самое что интересное, посмотрите, обратите внимание, училка сделала сальто на уроке, школа сходит с ума глазами школьника Короче, объясняю, я вот сейчас Руслану прямо только что сказал, он кстати вот в дискорде с нами сидит, кто не заметил, настоящий, живой, прямо сейчас как бы вместе с нами Мне больше интересно, как училка сделала сальто, вот меня, блядь, интересует этот вопрос, и как всегда приходит донат, когда я только начинаю реакцию Спасибо, Локер Пик, брат, спасибо тебе большое Мам, я в телеке Да, брат, ты в телеке, всё Локер Пик, спасибо большое тебе, Локер Пик Смотрите, он говорящий, ребята, он умеет говорить Я здесь, да Ну всё, поехали, ребята, начинаем По звуку скажите, нормально всё будет или нет У нас новый директ Хуже, чем в прошлом году Ну уж точно Добро пожаловать в школу Архаровцы Оставь Не понял Сибирь Половина из вас уже вылетит после первого залёта Можете по в ресторан сходить на свидание Ничего не трогаем, ничему не прикасаемся Это, кстати, симпатично Веселье только начинается, нас теперь много Ну что, ребят, новое видео и новая цель До трёх миллионов подписчиков на самом деле осталось совсем немного Если ты ещё не подписан на канал, пожалуйста А, кстати, немного замедлился, Рос Ну понятно, сейчас начнётся, ребята, скоро три миллиона, ебать А у меня, кстати, уже пять тысяч, ребята, так что в комментариях Можете меня поздравить, я крутой Приятного просмотра! Идём к шести тысячам Да, нет, к десяти сразу Ты чё, маленькая цель, надо десять Сегодня я вам расскажу, как правильно бриться Даже если вас не растут усы Да, это Димон бриться Ты что делаешь? Выйди! Этошка мы истинок Ты что, тоже брешься? Ооо, ебать! Девушкам нравятся бритые сансы Так, давай договоримся Мы истинки, ты, брат Да, блять, сразу два, да-да-да-да-то пришло, вы чё? Чуваки, ебать! Хотите, значит, быть популярными, да? Всегда пожалуйста Дайте, спасибо, спасибо Давай, аноним, давай А, не, тихо, тихо, нет, это спойлер, это спойлер, брат Да, мне спойлеры не нужны, пожалуйста, все, спасибо. Спасибо, Аноним, спасибо за 10 рублей, конечно, но я понял, что там в конце. Летс гоу. Короче, я что хотел сказать, я тоже, когда, ну, типа, у меня только начался рост какой-то на лице, я тоже пытался побыстрее побриться, но мне говорили, типа, нельзя, это странная какая-то история. А мне тоже так говорили. Хорошо, и вообще-то... Ну, тебе сотрют и начал бриться рано. Или дядя. Мы же с тобой это уже обсуждали. Я тебе сказала причину, по которой не хотела, чтобы ты знал, что он твой отец. Поэтому он играл роль моего дяди, а ты ему любезно подыгрывал. Что-то я немного проебал, а разве было такое, что он уже говорил... Уже говорилось разве об этом? Нет, не говорилось, здесь пока подача идет. А, я понял. Брал, ну в школу я пойду сам, не хочу ведь ни тебя, ни папу-дядю. Окей? Ух, ну все, ребята, блин. Сбегает из дома, будет жить на улице. Ты что, в школу обходными путями ходишь? В смысле? Ну как я тебя пропустил, стоял, ждал... Да ёп ты нахуй налево! Конечно, спасибо за то, что вы деньги кидаете, ребята. Мой первый донат. Всем приятного просмотра. Спасибо, брат, спасибо. Может, разминулись? Так, ладно, держи. Только надевай уже сейчас, понял? Есть еще такие. Так, Дед Инсайд. Это кто, блядь? Это реально Дед Инсайд. Иди поигранесу. Его даже так и назвали. Ты уклеили, да, младший класс? Короче, придумай что-то, но не в лазь. Блядь, охуенно, я думал его вообще, типа он просто, ну, персонаж задний, а его прям здесь уже поставили. Так это для чего это? Ты хоть знаешь, какой сегодня день? День, когда все ученицы заболели и насраки отпустят. Мужик уже, Санек, вырос, реально, вымахал. Кстати, а чего там манчили? А нет, Игорь Репоттера на гинеконке. Слушай, кстати, он немножечко на съемках приболел и голос у него такой, видишь, чувствуется. Так я думал, это то, что он вырос, типа за месяц голос изменился, не? Не, они взрослеют, конечно, меняются, но в целом он немножечко еще такой, знаешь. У него голос из-за простуды. А, ну, блин, ну все равно. Смотрел, да? Все равно поменялся, в любом случае это слышно. Теми же шутками смешно. Надевай, чтобы коллектива не отбивался. Ты что сделал? Знаешь, как он без него чуть-чуть стоял? Ну, ты стоишь еще чуть-чуть. Чего плачешь сразу? Переодевайся давай. А ты ничего не забыл? Это вопрос что? Считываться, кто обувал? Да, да, да. Да я забыл просто. Вечно с тобой какие-то проблемы. Тебя родители не воспитывают, что ли? А, только мне только бабушка. Она, кстати, и физдруком работает. Блин, бабушку давно не показывали. Я уже по бабушке Санька соскучился, как она тут всех нагинала в этой школе когда-то. Будет, будет. Ну, конечно, куда ж без нее, блин. Это же самый такой легендарный персонаж, бабушка Санька. Какие-то проблемы бабушку Санька вызываешь, и все, сразу проблем нет. Что это за халаты? Вы решили в молчонку поиграть? Я спрашиваю, откуда мантию? Так нам дерзких дал, сказал надеть надо. А теперь вы все делаете, что вам скажет дерзкий. Скажет вам в колодец прыгнуть, вы прыгнете. Вы сейчас директор, увидит это все. И знаете, кому... Так, честно говоря, пока нихуя не понимаю абсолютно. То есть, почему они мантию надели? Ну, понятно дело, расскажут, а что? Смотрим с интересом. Второй донатик. Просто надо было что-то сказать, потому что донат пришел, надо заполнять пробелы, понимаете? Услушал. Мне. Понимаете? Леопольд Арнольдович. Ну, у директора боятся. Дмитрий, вы тут тоже мантию надели? Леопольд Арнольдович. Блядь! Ребята, сейчас донат-то опать буду, нахуй. Ёб твою, блядь. Мы будем сейчас в серию донаты смотреть, что ли? Руслан, почему вы так забиваете на других актеров? Ребят, потом донаты прочитали. Все? Не будет? Спасибо. Учитель, а сегодня день рождения. Вот я и решил сюрприз не делать. У кого же? Вы не знаете, когда учителей дни рождения? Стыдно. А, у... Ну, ты бы павлиновный получил. Ну, получается, что за это какой-то мега-рофл, блядь. Я не знаю, ребята, нахуй спокойно! Ау-ау-ау-ау, мама, я в тетради, привет, Руслан. А что за сюрприз вы подготовили? Ну, это же сюрприз. Если я расскажу, то сюрприз вы или... Ой, чувствую, что-то ты не договариваешь. Я пойду, блядь, 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 директора. Что опять? Хм, все-таки боится нового директора. Короче, буду донатить тебе на каждую серию школы, чтобы попасть в ролик и прорать свои деньги. Спасибо. Так ты это ради днюхи Нателлы Павлиновны? Дурак. Какая нафиг днюхи? Так а ради чего? Это что за косплей на Гарри Поттера? Магия, сможешь починить микроволновку и зону подогрева в слое? Магия, сможешь починить микроволновку и зону подогрева в слое? Ладно, ясно, все с вами. А остальная часть колосса тоже в мангиях уже? Я, я, а, Руслан, скажи, пожалуйста, тут из-за донатов немного проебался, тут пока ничего не было такого про вот эти мантии не объяснялось пока еще? Нет, 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 нет. Окей, тогда хорошо. Буду это надевать, даже не пытайтесь. Вот именно, нафиг оно надо. Герман, а ты где был в первую очередь? Я вообще-то болел. Ебать, кудри сделал, нихуя себе. Ебать, молни. Прикольно выглядит, кстати. Да, кстати, ну реально идет. Ну, значит, многого не знаешь. У нас появился новый директ. Это его распоряжение в мантиях ходить. Кстати, скоро можно начать ходить военных. А-а-а, ну все, я понял почему. Или это руформирует? Подожди, вы. У нас любитель построения. На интернатовцы тоже в мантиях ходить будут? Про интернатовцы ты слышал? А про мантии нет? Вообще дураком меня решил сделать. Я знаю, что мантия это не идея директора, а ты себе уже там что-то придешь. Дерзкий, реально, если ты хочешь как в прошлом семестре сделать наш класс залетный, так может лучше без нас? Да ничего я не хочу. Мы же все пообещали друг другу, что... Что, сука, ты запланировал, дерзкий? Давай рассказывай. Этот год без залетов. Так что давайте закроем эту тему раз и навсегда. А, мантия, это реально... А он будет молчать, кстати, он в конце только скажет. А-а-а, ну ты самый интересный вопрос, самый конец запихнул. Ну ты молодец, Руслан. Ручки нам раздашь, или мы будем обычной ручкой магию создавать? Надевай давай, а то сейчас позову Волкова с интерната, и он заставит тебя в свадьбу с ним играть. Очень смешно. Прикиньте, наше буфетчество на 20 копеек обманул. А-а-а, ну ты обману занимаешься. То она не поймет даже, ее купю. Это с К-А-М, ты знаешь эти четыре буквы, мэр? Три булочки, один компот. Вот она тупая, конечно. Санька. Этот компот, кстати. А второй компот откуда? Так он просто на столе стоял. Я подумал, что это был ничейный, я вот и взял. То есть ты мне дал чей-то компот? Ну, когда-то он и был чей-то. С этого момента он твой, понимаешь? Ничего себе. Руслан в эфире. Ждем еще дерзкого и других чилов. Я оффнул все донаты, блядь. Они как-то приходят, я в шоке. Я не знаю, как это вообще происходит. Они неприбиваемые, сотка это уже пробиваемые. Нет, вообще ничего больше не приходилось, чтобы ты понимал. Она просто приходит как-то, я не знаю как. Странная история, ну ладно. Че смотрите на меня, будто я похудел? У нас проблемы. Что это такое? Реф, ты ж староста. Староста не должны приносить такие вещи в школу. Что ты нафиг такой? Я в коридоре нашел возле нашего класса. А ты все, что в коридоре находишь, к нам в класс тащишь? Мне пришлось замазать просто, ну это ютуб. Ну это, ну сейчас узнаем, ладно. Под наш класс специально, чтобы создать нам проблемы. Ну и я как староста решил забрать, чтобы никто не увидел. Может это витаминки какие-то? Так а может эти витаминки в твой компот добавим? Ну, проведем исследование. Ты че, другая похожа? Надо мой компот портить. Надо лично испробовать, что это за витамины такие. Лучше Анжелу испортить, я его не жалую. Че, офигел? Теперь понятно, там-то. Идея прикольная. Ты че делаешь, что мой второй компот уже испортил? Придурок. А я смотрю, все в сборе, да? Или кто-то снова отсутствует? Да, Герман? Говорил, что болел. Вы подготовили сюрприз для Нателлы Павлиновны? А чего все в манте? А ты че, снова опоздала? Добрый день. Здравствуйте. А что, звонка еще не было? Звонок уже был, Нателла Павлиновна. И, кстати, это мой подарок. Это что такое? Согласен, можно было поискать цветок и получше. Ну, честно говоря, я и забыл, что сегодня за день. Но обещаю, что в следующем году я вам подарю самый красивый букет. Ну, ладно, я, наверное, пойду. Это какой-то страдый цветок, блядь. Че он такой длинный, я не понимаю? Где он такое взял? Дальше, пойми, башь. Снова не начал выносить. Я просто помню, я когда на речку ездил, маленький, когда еще был, там, блядь, со дна реки. Комус, да? Да, 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 вот такую прям со дна реки доставали. А, и, кстати, по поводу интернатовцев. Они к вам больше не подойдут, а Камран уж тем более. Что, мы зря за правду боролись. Я поговорил с директором, все объяснил, и он мне сказал, что это была маленькая пошлость первого учебного дня. Так что, можете не переживать. А что здесь происходит? Почему вы все в манте? И что это за цветок? Так нам дерзкий сказал, что... Где эта пазла маленькая? Блядь, я испугался. И батя нарезка ворвал. Воровали букет, и думаете, вам вдруг сойдет? Что я? Я вернул вам эти 20 копеек? Что вы играете? Собственно. Что происходит? Воровали букет. Вынесли поднос. Эх, садек, блядь. У них, видимо, весь бюджет 20 копеек был. Убежали. Я даже не заметила. Я поднос не воровал. Что вы угоните? Думаю, что ты надел мантею и стал невидимкой? Тупой, что ли? Пишите ваши 20 копеек и не кричите. Ага, вы все в сговоре. Всем классом булки сожрали. И теперь вы решили меня унизить. 20 копеек мне суете? Я пойду к директору. Вы этого хотите? Прекратите кричать. У меня урок, между прочим. Я знаю, что у вас здесь. Блядь, а что, перепродавать это реально будет? Там Санек уже у него руки вспотели 10 раз, блядь. Он ручки перетрогал, она взяла. День рождения, но это не дает вам права выгораживать с учеников. Географ ваш, декоративный цветок, стащил в столовой. С праздника, выпейте компотик за счет заведения. А ты, маленькая падла, ответишь за воровство. Нихуя себе, так, ну это все, это уже наказуемо. Ты за что, за что? За падлу. Ты что, все, я вообще, перегнула палочку немного. Какой день рождения? Почему в мой первый рабочий день между вами какие-то разборки? И почему вы все в манте? А у вас разве не день рождения? Ученик, вы что? На каникулах не успели сходить к врачу за справку. Ааа, ебать, я понял, что дерзкий сделал, походу. Это он специально, типа, для нее. Вот специально для нее сделал, да, вот, ну, напиздел всем. Ну, смотри, смотри, смотри. Эдол, ты сейчас объясни, да, что-то будешь, блин? Дерзкий сказал, что у вас день рождения, заставил надеть мантии. Ну, для сюрпризов. Получается, дерзкий нас обманул. Натал, Павлиновна, вы бы, это, лучше бы не пили компотик. Так это же другой стакан. Разве? Ну, Анджелин, стакан мне был в правый. Или же в левый. Ща посмотрим, ребята, эксперименты над Натальей Павлиновной. Сели все на места! Походу, все-таки, там было что-то. Что уже происходит? Ну, я не знаю. Дерзкий заставил нас всех надеть мантии. Сказал, что бульдог однюха. А Орех нашел какой-то пакет под нашим классом. Типа, интернатовцы подкинули. И потом они хотели проверить на Саше, что было в этом пакете. Короче, обычный учебный день. Пирожки Саша реально. Бля, я уже и забыл, на самом деле, что в сериале Дима существует. Он просто уже как камера. Он просто что-то там вот постоянно стоит. Но он видит, что он в последнее время. Это происходит за счет того, что по чуть-чуть видишь ты персонажа. Где-то раскрываешь кого-то больше, где-то кого-то меньше. И вот так вот заполняется тайминг. Ну ты вообще забыл про Диму сейчас в последнее время? Не то, что забыл. Не то, что забыл. Условно, он ждет. Он ждет своего выхода, который вот-вот сейчас должен быть, я так понимаю. Я понял, ребята, я понял. Какие пирожки? Куда бы я под нос прятал? На бренье. Сашка, если что, ты можешь сказать нам правду. Ты пирожки стырил. Я не тырил, я пирожки. Слушай, а ты уверен, что она глотнула не с того самого стакана, который мы высыпали что-то? Не мы, а с ними, нет? Так вот, что она сальтуху-то ебанула. Стаканом целом был в левой руке. Мне же в правой. Ну короче, ты можешь сказать, нафиг мы в банке? Я же уже сказал, что это сюрприз для Нателлы Павлии. А ты чего опять опоздала? Да слушай, смотри, сидит нормально пока, вроде признаков не подает, но я уже по-любому у нее что-то начинается. Новые какие-то билеты у родителей для нас утром? Да нет, я просто проспала, это я не опоздала, а слегка задержалась. Целовать меня будешь? В губы или все? Закройте же вы уже все свои рты. Чистые тетради все принесли? Можно в губы. Вы что, и вправду думаете, что в мантиях невидим, как сидите? Или я слепая? То ты устроил здесь дерзкий. На самом деле сейчас это поведением не отличается. Вам на день рождения? День рождения! Пока все хорошо, как обычно. Но даже если бы он был сегодня, почему вы в мантиях? Просто вы похожи на преподавателя по зелье варенью. Вот я как бы и решил... Это не отсылочка или случайно на игру Хогвартс Легаси, которая вышла недавно? Я, кстати, чтобы ты понимал, когда этот ролик вышел, уже был готов, заливался на Ютуб. Именно в этот момент я увидел, что вышла игра Гарри Поттера. Думаю, вот дурак. Да не, нормально совпало, отлично совпало, как по мне. Да, но я не добавил, видишь, в ролик. А мог бы. Да, люди поймут, как будто, как будто специально. Тогда забираю, забираю слово обратно, это изначально плохо. Он все продумал, он все знал, ребят. В атмосферу. Если честно, то вы больше похожи на ведьму из Майнкрафта. И вы решили поиздеваться надо мной? Да? Мы за справкой так отыграемся. На толпу павлинов. Сделаю вид, что я этого не слышал. Дневники все собрать и мне на стол. Наставлю вам троллей в конце урока. Чтобы стать... А, бля, какие тролли. Че за палочки, тролли, кто дальше? Гоблины какие-нибудь будут? Образовательный... Ну, там же в Гарри Поттере троллей ставили. Это, вроде, плохая оценка была в школе волшебства. А, ну, блин, сори, я просто не смотрел вообще. Я один раз... Да, я сам не смотрел, я в интернете посмотрел. Не, я вот у меня с Гарри Поттером все плохо связано. Я один раз на Твиче его смотрел, мне сразу в бан кинули. Оказалось, короче, нельзя смотреть Гарри Поттера. Обидно было. Волшебников. Читради на стол. Я вот и смотрю школу. Страдать из-за дерзко. Именно, он обманул весь класс. Сказал, что у вас день рождения, ну а мы победим. В следующий раз вы будете думать своей головой. А если дерзкий, детка, тебе скажет колодец прыгнуть, тоже прыгнешь? Леопольд Арнольдович сегодня то же самое сказал. Спасибо, дерзкий. Ну все, ебать, ну это любовь, нахуй. Леопольд Арнольдович, да хотя хуй знает, какая-то странная пара. Не, хуйня. Ну, дерзкий. Мы когда в ресторан? Ну, вообще-то надо выбрать день. Может, на выходные? А нас пустят вообще? Ну, мы же не будем брать что-то алкогольное. Да, блядь. Ах, почему нет Тойоты? Хотя ладно, еще маленькие в натуре, куда вам? Возит нам по 16, тогда может. Вы издеваетесь? Как, ну хотя... Как? Хотя я сам-то 16 уже сидел в подъезде, водку хуярил. Осуждаю, такого не было. Бабочки взялись. Какие бабочки? Кто выпустил? Бабочек. Какие бабочки? Нателло, пустил, блядь. Какая странная хуйня. Пришел на урок в маске лошади. Я просто представляю, как это снималось, блядь. Я не знаю, как там люди не смеялись. По-любому не с первого кадра. Ну, да, там на самом деле много кадров. Много кадров. Потому что, а как такую вот снять с первого раза? Я не знаю. Ее немедленно. Что? Зачем мне с утра цирк устраиваете? Нателла Павлиновна, а что вы только что сделали? Ты что, не видел и не слышал, что я сделала? Так вы же ничего не сделали. Закрыл рот. Да ты рот закрыл. Ты, ты, ты. Я давно хотела тебе сказать. Ты очень похож на принцессу Фиону из Шрека. Такой же рыжий, как она. Я в хуи, блядь. Как это сидел и придумывал, Руслан? Я вообще не понимаю. Я не понял. Если честно, я не понял. Ты тоже, может, что-то такое тоже вот, что у нее в стаканчике было взял? Нет? Да не, 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 не. Не обсуждаю. Открыли тетради, пишем тему урока. Это точно мне хотела сказать, а не дерзко. А вы видели? Вы видели, что с нашей доской? Ооо, какая она нежная. Разноцветная. Ооо, что ты уверен, что ты можешь свой стаканчик по внешнему виду определить? Мел, мел вообще на сосиску похож. Будет кто-то, а? Будет кто-то. Ооо, а где окно? Блять, я не могу нахуй, мне хочется улыбаться, у меня щеки уже устали. Вот такой пиздец. А куда вы дели окно? Кто спрятал окно? Куда полетело окно? Да ты что не знала, класс-то поменяли, ты что забыла? Зачем вы его убрали? Мне же жарко. Да ты тебя узнала и все сделала своей магией, да? Ооо, а где это? Почему никого нет? Вы спрятались за своими мантиями-невидимками, да? Я найду вас все, где бы вы не находились. Где вы? Ооо, ебать! Нихуя себе! Да ладно тебе, блять! Блять, она по ней не скажет, что она гимнаст какой-то, нихуя себе! Ооо, я буду искать вас! Я понял, я думал сначала, у меня были мысли, что она сделает, ну, что-то подобное, но это будет там, как это называется, я забыл, каскадер. Ну, это она реально сделала? Да, 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 да. Ну, что у меня сегодня день рождения! Что это нафиг только что было? А я говорил, что это интернат, если хотели нас поставить. Она не свой пост такая напала. Я вообще уже хотел в стойку встать, когда она передо мной позировала. Я бы ее легко вывез, но ей очень сильно повезло. А что с вашим учителем? Он что, в коридоре танцует? Так у меня же сегодня день рождения. Странное поведение, как в день рождения. А где вы пирожки взяли? В смысле, где? В столовой. Я же сегодня зону для подогрева делал, микроволновку. Потом таракану хотел потравить. Ну, он стакан со травок всю застощил. А-а-а! Отра... Чего, блин? В коридоре посел. Короче, другой день потравлю, пусть покажу. Меня из-за вас буфечица чуть не убило. Забрало... Кажется, это отрава была все-таки, да? Какая-то? Эдрия. Таракани. И все из-за вас. Скажите, пожалуйста, вот этот стакан с тараканья травы, как вы сказали, он вообще вреден для чего? Я думаю, что нет, максимум голова будет болеть. Вы уверены, что это максимум? Ну, можешь чуть глючить будет, но это мало. Ну, зашибись, Сашка. Нормально. А второй компот буфечица куда унесла? Снова на продажу, да? Подожди, ты хочешь сказать, что ваш учитель... Если что, я нашел пакет у нас под классом, я думал, что это интернатовцы нам подкинули. Думал, что отраву для тараканов им интернатовцы подкинули. Где она? Вот она. Дай сюда. Я думал, за каникулом... Бать, конечно, она выглядит так вот, пошел, блин, с отравой для тараканов, и все, и сидишь 10 лет потом кое-де. Блин. Отсуждаю. Может, реально прекратим сами себе создавать проблемы? С появлением этих интернатовцев вы реально уже бредите. Орех тоже мне, блин, старостно. Реально дерзкий, почему нельзя нормально учиться? Зачем эти эксперименты и приколы с манчем? Так, я не понял, кто пирожки ворует из столовой? Александр, ты? Так, Архан? Директору доложили чисто важную проблему, пошел решать. А что это у вас с формой такое? Что такое? Это что, костюмы Гарри Поттера или как? Если что, это дерзкая инициатива была, мы тут ни при чем. Дерзкий. Это что такое? Я тогда не понял, что он замышляет реально непонятным. Да, блядь, нету донатов, как они приходят, я не понимаю. Сколько стоп кадров этой пиздец? А что ты хотел, дружище, в этом и смысл реакций, понимаешь? У вас академическая форма. Вы что, хотите, чтобы я вам выпускной раньше времени устроил? Итак, уважаемый директор, на что деньги были, то и вышло взять. Но все же это костюмы Гарри Поттера. Мне удалось узнать, что вы большой фанат Огвардса. А именно поэтому мы всем классом решили сделать вам подарок и одеться по мотивам фильма. Также вот решили подарить вам... Я думал, он подкалывает, а он подлизаться наоборот. Волшебную палочку, чтобы вы ее положили у себя в кабинете и, глядя на нее, вспоминали наш класс. Можем сделать еще совместную фотографию, так сказать, на память. Я, конечно, понимаю, класс мы не подарок, но хотелось бы начать новый семестр в мире с вами и взаимопонимании в будущем. Уже нихуя не получилось. Что скажете? Ух ты, Вархарович, это что, волшебная палочка, да? А как вам удалось все это узнать? Ну, молодцы. Что тут сказать? Подождите. Блин, я вот, короче, еще раз повторюсь, мне его голос прям нравится реально. Он такой какой-то, он прям для актеров озвучки. Он прям очень класс. А он где там не работает в актерах озвучках? Слушай, не знаю, не скажу, но он класс. Да, он прям такой, блядь, ну такой... Эх, кто барабан? Это строителей, случайно переложил. Можете у него и спросить. Герзкий. Строители, не строители, знать не хочу. А палочка хорошая, да. Хорошая палочка. Ладно, так и быть, не буду вас ругать. Но это не потому, что мне нравится Гарри Поттер, а может и вам... Вот он сейчас сидит, ребята, и играет в Хогвартс Легаси, по-любому. Вот прям вот этот человек. Сценки хорошие поставили. Ждем стрима с его участием в Хогвартс Легаси. Хотя нет, не поставлю. Не хочу. А вы что, у нас уроки преподавать могут? А я не только директор, но еще и учитель Александр. Ну, будем надеяться, что вы не преподаватель по военной подготовке. Кстати, может и с интернатовцами выйдет так, чтобы их в школу не допускать? Давай я с интернатовцами сам разберусь. Тем более, что они в школе будут появляться пару раз в неделю. А, прежде всего, я думал, они прям учатся там, а что это так все непонятно? Так, я имел в виду про саму школу. Они один этот момент часа два снимали. Спасибо. Проблема с учителями и с классами. Обещаю, что все будет хорошо. С вашим руководителем я уже договорился и все ему объяснил. Ну, так что, фотографироваться будем? А то меня там в кабинете компон ждет. Буфетчица сказала, что... Его лучше не стоит пить, не надо. Как с вашего класса отобрало. Потому что вы у ней кирожки воруете. Хе-хе-хе-хе-хе. И фотографию тоже сделаем. Но это не потому, что мне нравится. Бля, Наташа сидит вообще слова, по-моему, не сказала. Либо я уже реально беспамятный. Я говорил, говорил. Говорила? О, все пизда, это старость, Руслан. Я не знаю, жесть какая-то. То есть ты это все сделала ради директора? Ну да. А вы говорите, дерзкий топой, дерзкий саппорт. Ну да, фиг за... Так что он раньше-то не сказал тогда? В чем проблема-то была? Я не понял. Чего от тебя ожидать? Чего ты заранее не предупредил? Нафиг надо было. Вы бы начали задавать тысячи вопросов. А зачем? А может не надо? А ты уверен? А может лишь военную форму оденят? Я сделал, вы кайфуете, окей? Так. Туда. Давай, хуяри. Мужчина я тоже к директору отправил? К директору вроде тоже хотел моего компота попить. Там тоже тарканье отрава. Так, что здесь происходит? Продолжение будет на другом сайте, ребята. Если что, не стоит никому рассказывать, что сегодня произошло. Лишний шум нам не нужно. Если что, я все видела. Зачем я в школу устроилась работать? Она на самом деле в этом халате на врача похожа. Я вот сразу подумал и просто спрашивал, мне показалось, что это врач. Потому что халат врача какой-то. Шаманы и интернатовцы кругом. Наташа, кто из вас? Это же он, да? Да. Это же он, сука. Еще и к Наташе, значит. Руслан, что ты делаешь? Что? А, так это же ты. В смысле? Эээ, цветы тебе передали, пацаны. Не ожидали меня увидеть или что? Какого фига? Ебать, кстати, он изменился, нихуя себе. Ну что, ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Не забывайте, что под описанием выулигает ссылки на все наши соцзети. А именно телеграмм. Ну почему? Он меня бесил. Он прям меня раздражал, блядь. Ладно, фудич, я с него поугарать мог. Но вот этот вот, он меня вообще жестко раздражал в свое время, блядь. И все, что скажешь? Ну смотри, мне сальтуха понравилась. Еще бы на стоп-кадры взять, но... Да что, нормальная, крутая серия, крутая. Но она тоже такая более, на самом деле, спокойная, чем те, которые были. Да, она спокойная, видишь? Это вот, я сейчас скажу, кстати, много кто пишет это. Говорит, я читаю комменты, много кто недовольных. Все, типа вы скатились, вы скатились, уже все по-другому. Но вопрос в том, что не то, что скатились, а вопрос в другом. Что сначала, чтобы начать что-то делать, нужно как бы зрителя подготовить, открыть всех персонажей, вот, заявить, показать, раскрыть, объяснить, почему, как. И на фоне этого раскрытия что-то должно якобы в школе происходить. Вот это сейчас тот этап, мне кажется, когда что-то в школе происходит, и зритель привыкает к тому, что что-то меняется. И потом все вот эти перемены, рано или поздно, просто упадут на главного героя, и тут-то все начнется. Вот, поэтому, ребят, как снежный ком, короче, просто сейчас. Сейчас пока спокойнее, серии будут, поэтому... Ну, смотрите, даже сейчас, типа, есть уже... На самом деле трэш. Вот представьте в своей школе вот такое вот, если у вас произойдет. По-моему... Ну, да, маловероятно, что у них в школе есть какой-то такой строитель, который принесет просто отраву тараканов, вот, забудет столовую, и какой-то Саша занесет ее в класс. Не Саша, а этот, Орех. Поэтому, конечно, классно, в принципе. То есть баланс есть в этом плане. И не скучно, и не супер трэшово, как бы. Короче, но, во всяком случае, я скажу так, что мне больше нравится смотреть твои стримы где-то в комментах, не заявляя о том, что я на стриме, чтобы понять и прочитать. Потому что я сейчас посмотрел, понимаешь, я сейчас посмотрел, и как бы... Ну, я не увидел твоих реакций, я там, ну, просто вот, есть и есть. Но это не то. Поэтому следующие стримы я только-только смотрю себя. Да, коммент оставишь под этим видосом? Да, вот под этим? Да. Ну, вот, который вот. Я напишу, ты Руслан? Ты Руслан? Чего ты еще Руслан? Я напишу, ого, это что, Руслан? Можно? Конечно, давай. Ты видео использовал, это не настоящее. Ну, понятно. Так, ну все, ладно, ребят, которые на реакции. Всем спасибо, кто посмотрел, подписывайтесь на Руслан. Лайки, лайки. Обязательно, конечно. 158 лайков. Обязательно. Давайте 200, 200 точно могут сделать. Братва, давайте 200 лайков прожмите. На реакцию, чтобы 2000 точно было. Вот прям вот столько надо, чтобы было. Так что все, ребят, всем спасибо. Красиво, что-то. Пока, получается, да, Руслан, пока? Да, да, я пойду, потому что действительно еще много работы, видос только вышел. Все, всем спасибо за реакцию. Крайне спасибо, что позвал. Да не за что. Вот. Хорошего вечера всем. И тебе тоже. Давай, пока, пока, пока. Пока, пока.